Итак, мы с вами начали с того, что описали мир природы, описали мир человека в виде единого общего поля, которое прекрасно представлено, например, в китайской живописи. И ландшафт окружающего мира, и ландшафт внутреннего мира во многом очень похож в виде вот таких постоянно взаимодействующих. Потоков субстанции духа, которые сгущаясь, образуют плотное, разрежаясь, рассеиваясь, образуют эфирное, эфемерное. Но между этим есть сама ткань плотного эфемерного, то есть энергия ТСИ, которая есть как бы субстрат всего этого. И нет четкой границы, видите, как на этих картинах, есть туманные отношения, которые перетекают из одного в другое, где вот эти жесткие границы, такие, как можно увидеть в механическом представлении о мире, где часто человек описывается как такой сложный механизм инструментов, взаимосвязанных с друг другом, сложный механизм, но все-таки механизм и эстетичные инструменты, описанные в анатомии, их взаимодействие описано в физиологии. Да, скорее в китайской, в даосской традиции человек представлен в виде такого потока взаимопревращающихся полей или, не знаю, туманов ЦИ, вот так я назову это поэтически. На самом деле это действительно важно для понимания. Мы говорим, что есть соединенность трех драгоценностей. Это небо, земля и человек в окружающем мире. И внутри человека это Дзин Си Шэн, на которой есть разные состояния единого, единой пневмы, единого, единой Си, единой энергии. И они образуют некий внутренний ландшафт, который представлен вот этими самыми внутренними органами. Он представлен нашими костями, как горами, как основой бытия, реками в виде потоков крови, лимфы и... Энергии, да, это всевозможные природные явления, которые представлены внутренними органами. И также развивая эту идею уже в несколько неоконфуцианском стиле. То есть если мы сравниваем с природой, это даосский подход, неоконфуцианский подход, это попытка соединить устройство государства и природы, единство, гармония государства. То есть образа жизни людей, социума и природы. И также человека, как гармонично устроенного мира, страны. Вот это вот описание, оно превращает наши органы и системы в такой слазанной, единое поле отношений различных состояний энергии. Мы описывали с вами, да, что есть пять, на самом деле шесть органов дзан плотных, да, есть шесть органов фу, пустых. И они находятся в парном взаимодействии, да. И есть еще шесть необычных органов, которые мы все с вами перечисляли, да. И они находятся в таком вот согласованности, в соответствии с законом этого мира. Этот закон мира это единое от си, единое дао, которое представлено двумя большими силами инь-ян, которые в свою очередь порождают тройственность, да, единство в тройственности. Дальше это развивается в процессе пяти элементов, пяти движений, да, усин, дерево, огонь, земля, металл и вода, которые взаимопорождаются и взаимосдерживаются. Вот все это, все это полностью звучит в жизни нашего организма, да. И все наши органы полые и плотные, они образуют пары, такие как печень, желчный пузырь, сердце, тонкий кишечник, перекат, правильный обогреватель, селезенок, желудок, легкий, толстый кишечник, почки, мочевой пузырь. Все они соответствуют там пяти планетам, шести знакам ЗЯ, то бишь это циклом в шестиристичном календаре, да. Вот это все является такой единой взаимосвязанной системой, об этом мы говорили в прошлый раз. Мы также распределили все наши органы по пяти элементам, дерево, огонь, пучка, металл, вода, что можно увидеть на этой таблице. Мы также с вами обсуждали их взаимодействие по принципу вот этой замечательной схемы порождения, сдерживания, ну и так далее, и так далее, всех этих взаимоотношений элементов. А также схеме осей, осей вот первого элемента, где есть ось, ну есть центр в виде почвы, а к почве относятся желудок и селезенка, как бы центральная такая ось нашего организма. Это дерево и легкий, господерево и металл, здесь соответственно печень, желудочный пузырь и легкий толстый кишечник. Это как такая, знаете, как обод колеса, да, и одна вот такая ось, которая формируется. И также сердце и почки, тоже такая ось духа, ось корня жизни, сердце и кишечник, почки и мочевой пузырь. Вот такая еще ось, которая также представлена в нашем организме, вот и тоже это отражает вот эти взаимоотношения внутри этой системы. Мы с вами проговорили про ряд уже внутренних органов, такие как печень, да, Гань, вот мы обсуждали отношения печени. И, с одной стороны, ее основные функциональные особенности, да, а также связь с органами, системами, там, ворота печени, да, и также те свойства, которые порождают, чем оно имеет, склонность, то, что оно вмещает в себя, вот то, что мы называем небесные души хунь, тринебесные души хунь. Но это отдельная тема, я здесь все время касаюсь этого вопроса, наверное, нужно будет подготовить отдельный такой вот, ну что ли, ряд встреч, посвященный представлению о духовной, психической составляющей в даоском или в китайской медицине. Потому что, как мы уже говорили, что психические функции неразрывно связаны с материальным проявлением, с телесным проявлением, с плотью, не то, что связаны, они есть две стороны одной и той же медали. Как вы помните, как пневма, как си, сгущаясь, образует плотное, а рассеиваясь, образует тонкое, так же это и проявляется в более плотном варианте в виде физических явлений, в более тонком варианте в виде психических, духовных явлений, которые опять отражают друг друга, являются одним и тем же. Вот это очень важно понимать, что дуальность никогда не существовала здесь, тут существует именно целостность в проживании, поэтому попозже мы немножечко об этом, ну разберем вот эти детали, пока мы всего лишь знаем, что органы ответственны с точки зрения китайской медицины за ряд психических функций, вот, которые, как бы они генерируют, как вещество, по сути дела, вещество доброты генерирует печень. А если работает не очень хорошо, тогда способна иметь склонность впадать в гневливость, и мы знаем, что если мы много гневаемся, то наша печень не очень хорошо, это разрушает нашу печень. И желчный пузырь, все, что я говорил, кстати, про печень, практически соответствует парному органу, да, желчному пузырю, а также, например, если наша печень работает плохо, то, скорее всего, у нас будет склонность к раздражительности и гневливости, две стороны одной и той же медали, да, и... Должность печени – это генерал, ну, парный орган желчный пузырь, помните, мы с вами говорили о том, что это... Эти органы работают как тоже, как ильян, взаимодополняя друг друга в выполнении тех или иных функций, но такое качество желчного пузыря – это решимость, да, решительность. Ну, и дальше мы говорили о сердце, как о владыке пяти органов, пяти, вернее, всех органов Заны и Фу, да, как вот вместилище духа шеи, да, то, что сознание нашего, то, что и считается, как бы, когда мы говорим сердцем, чувствуем сердцем, знаю, то есть вот этой нашей, собственно говоря, личности, да, это то, что и живет в сердце. И вот функция сердца, как управление сосудом, также пара его – это тонкий кишечник, задача, который отделяет чисто от мутного, тоже разделяет деление, выбор, что свое, что не мое. То есть мы на самом деле сейчас знаем, что кишечник может очень сильно влиять на психические функции, даже многие сейчас называют физиологией кишечник вторым мозгом, потому что там существует огромное количество рецепторов, влияющих на наше психологическое состояние, а также бактериальная флора, которая находится в сапрофитных отношениях, ну, то есть взаимодополняющих отношениях с нашим организмом, и тоже за счет выделяемых веществ влияет на наше психологическое состояние, да, и мы говорили о перикарде, о синбао, то есть это такой вот орган-помощник, который, почему он соединен с сердцем, мы говорим, пять зан-органов, пять плотных органов, потому что вот этот вот перикард, он является помощником сердца, как бы сливается с ним в одно, да, и также, говорят, в таком странном, но очень важном органе, который западная медицина не выделяет, а вот выделяет его восточная медицина, как тройной обогреватель, санзял, который относится к полам, да, и он вот выделяется, у него выделяются три уровня, верхний, средний и нижний, каждый из которых, ну, как бы регулирует деятельность других внутренних органов, это такой регулирующий орган, который позволяет всему работать слаженно, поэтому его называют, что должность у него это поддержание проходимости каналов, связи, соединений и слаженной работы вот всех органов и систем, находящихся и на верхних, мы на среднем и на нижнем уровне. Вот, ну, я еще раз прохожусь по пройденному, потому что важно вот это соединять с тем, что мы будем, о чем мы будем дальше говорить, потому что следующий наш орган относится к стихии земля, вот, и он является очень важным в китайской медицине. Мы говорим селезенкой, правда, сейчас поднимают такую связь селезенкой и двенадцатиперстной кишки. Значит, что это за орган? По своей структуре он относится к цану, плотно, как я уже говорил, элемент его почва. Цвет, отражающий этот элемент, желтый цвет, вкус, который, ну, который, ну, который, к которому склонно, который, который соответствует селезенке, это сладкий вкус. Значит, максимальная активность у него в час змеи, это с девяти до одиннадцати часов. Вот, что, какова основная функция селезенки с точки зрения китайской медицины? Повторяю, во многом китайская медицина здесь может не соответствовать западной медицине, потому, поэтому мы говорим, что орган, это не только орган, как физическое образование с точки зрения западного подхода. Орган, это набор качеств и функций организма в целом, и которому присущий, который ответственен за различные области, ну, скажем, вот этого функционирования целого. Но, в первую очередь, мы говорим, что селезенка в паре находится с желудком, и их основной функцией является взаимодействие с получаемой из пищи после небесной СИ. Вам уже все эти слова, ну, по-хорошему, должны быть знакомы. Да, и чем, что делает селезенка? Значит, она в первую очередь, что она ответственна за усвоение, трансформацию, то есть переработку, сохранение и последующие передачи питательных веществ в организм. Такой вот амбар, да, такое вот хранилище питающих нас субстанций, которые должны быть усвоены из окружающего мира, из пищи в данном случае, в данном случае из пищи, и, соответственно, отправлены потом в область почек, то есть которые принимают энергию, смешивают послерожденную, после вот после него неба энергию СИ с энергией прежнего неба, постараясь восполнять их, особенно, когда мы занимаемся те практики, которые мы занимаемся, да, то есть, ну, вот это питательных веществ. Ну, автоматически они там не усваиваются, но при правильном подходе можно восстанавливать и, как бы, дзин или тси прежнего неба. Значит, что контролирует селезенка? Контролирует кровь. Ну, по понятным причинам, в том числе и в западном медицине селезенка ответственна за выработку кровяных телец. Значит, управляет селезенка мышцами и конечностями. Ну, вот люди, у которых достаточно хорошо функционирует вот селезенка, или которые имеют, например, в своей карте подзыв много земли, энергии земли, да, они легко очень набирают мышечную массу, ну, правда, вообще любую массу быстро набирают, да, но вот факт в том, что если селезенка работает правильно, хорошо, то это подразумевает, что мышцы достаточно хорошо развиты, они и у них достаточно питания, да, но переразвитие, например, мышц, кто сильно увлекается бодибилдингом, почему китайцы категорически, доводятся категорически против бодибилдинга, потому что мы знаем, что земля у нас что преодолевает? Воду. А вода это как раз энергия почек, а почки связаны с изначальной жизненностью, чрезмерное развитие мышц, несоответствующие нашей конституции, может привести к истощению воды, к сдерживанию, к сдерживанию наших изначальной субстанции и, собственно, утрате жизненности. Потом мышцы должны быть развиты в соответствии с нашей, с нашим, скажем, с нашей конституцией, да, они должны быть достаточно сильны, но сила их связана не только с самими мышцами, но, как вы знаете, с сухожилиями, ну, а потом мы уже говорим из той энергии, которая их наполняет. И, например, в нашей практике, в нашей практике, это ушу, да, мы используем не только, вернее, не столько мышечную силу, которая называется ли, да, по-китайски, а сколько мы используем как раз энергию, си. И вот многие движения, расслабленные и мягкие, которые потом приходят в выброс большой силы, связаны уже немножко с другим качеством энергии. Поэтому, но, тем не менее, мышцы все равно должны быть развиты, должны хорошо управляться, они должны хорошо развиваться, и это все связано с селезенкой. Значит, открывается в рот, то есть это врата, расцветает в губах, то есть это зеркало по губам можно судить о состоянии селезенки. Например, если губы разрезавшиеся или там у них цвет нарушается, мы можем о многом судить о селезенке. Опять же, в углубленном курсе мы потом прям конкретно будем уже смотреть на симптомы, когда есть излишек энергии, когда есть там недостаток энергии, то есть мы будем разбирать эти симптомы уже достаточно детально. Ну, повторяю, это требует намного больше времени и мотивации для того, чтобы это изучать. Значит, жидкость мокрота, боится сырости селезенка и порождает она такое вещество веры, ну, то есть субстанцию веры. Ну, так я говорю, вещество или субстанцию, на самом деле качество такое, наша способность верить во что-то. Вот. А если же веры недостаточно, то начинает селезенка вот так генерить очень такое активное размышление. Знаете, когда человек постоянно думает, 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 никак не может с этими мыслями справиться. Тот, у кого мало веры, все время вынужден все контролировать, все время размышлять, да. И вот это размышление, с одной стороны, это очень важное качество. Кстати, вмести селезенкой считается в китайской медицине вместилищем интеллекта, то бишь самого опыта мышления, да. Это что значит? Что способность к обучению во многом в китайской традиции связана именно с селезенкой. Способность к обучению, к размышлению, к разумному усвоению материала, да, вот этой разумности, мыслительному процессу. Но если это свойство не связано с верой, как ключевым центром, да, видите, земля это центр, и вера это центр, вокруг которого вращаются все остальные добродетели, да, вот эта вера, доверие, способность доверять, способность быть с кем-то в отношениях всегда подразумевает доверие, способность быть в отношениях с миром или с дау, все равно подразумевает вариант доверия. Нет, не слепую веру, потому что, помните, во всем есть баланс, да, вера все равно подразумевает размышление над объектом тому, зачем я следую, но если нет доверия, то тогда размышление становится вот таким мучительным, истощающим занятием. И считается, что чересчур много раздумий, чересчур много вот мышления разрушает селезенку. Значит, должностное лицо вместе с желудком это начальники погребов, вот, они вот заведуют амбарами, знаете, нашими внутренними амбарами, где хранится пять вкусов, то бишь, вся еда, которую мы получаем извне, то есть си, которая приходит из внешнего мира. Вот такой важный орган у нас селезенка в китайской медицине. И парный ему орган, о котором, кстати, чаще говорят, потому что вот привычно в западном медицине про желудок говорить. Ну, на самом деле, это пара иньян, это желудок, он относится к полам, тот же элемент почвы, тот же цвет, тот же вкус, все это, соответственно, элементам, да. Его активность, сейчас дракона максимальная, с 7 до 9, вот, ну и он, собственно говоря, что делает, да, и он то же самое, он получает пищу, он ее скапливает, переваривает, потом продвигает дальше в кишечник, где будет, собственно, уже самоусвоение и отделение мутного, чистого от мутного, вот, ну и, собственно, вот они в паре с селезенкой такие хранители амбаров, вот, погребов, очень важный, важный центральный ойс нашего, вот, нашего организма. Так, идем дальше, идем дальше к премьер-министру организма, к легким, и легкий это уже металл, мы движемся по схеме УСИН, вот здесь распределены органы по схеме УСИН, это металл, значит, плотный органзан, цвет белый, вкус острый, соответствует легким, да, и максимальная активность у него в час тигра, с 3 до 5, собственно, с него и начинает считаться, как бы, поток меридиана, это, конечно же, цикл, не прекращающийся, но вот активность деятельности, вот, меридианной системы, начинается с чего, вдох, вот, ну, вдохнули, когда родились, первый вдох сделали, джун, запускается, послонебесный, вот, это вот, поток движения энергии, мы, как бы, согласуемся с циклами окружающего мира, с этого момента считается и наша, ну, как бы, такая, китайская натальная карта, карта, то есть, китайская астрологическая карта, которая представлена в массиве иероглифов, мы тоже будем с вами когда-нибудь изучать и этот, и это направление, вот, значит, и что, что, чем управляют легкие, что это вот вообще за такая функция, ну, считается, что вместе с сердцем это самый главный орган, управляющий СИ, то есть, он в первую очередь легкие направляет движение энергии в нашем теле, поэтому значение дыхания, практики, связанные с дыханием, да, являются важнейшими, то, как мы дышим, то, как правильно, как мы, как мы не дышим, да, это, как, чем мы дышим, когда мы дышим, все имеет очень большое значение с точки зрения даотской медицины, вот, и что делают легкие? Они, во-первых, собирают энергию из окружающего мира через дыхание, потом у них функция соединить эту энергию с СИ, пищей, воды, то есть, такое вот формируется, так называемая, совокупная энергия, которая извлекается посредством, опять же, все органы работают совместно. Нельзя сказать, что один орган одним занимается, другой другим, они слаженно работают, в данном случае, с одной стороны, легкие работают вместе с сердцем, да, потому что кровь и СИ вместе тоже двигаются по организму, а также вместе с селезенкой и желудком, которые извлекают энергию, в первую очередь, из пищи и питья, а легкие из воздуха соединяют это все в единый, в среднем данте, да, соединяют в единую, в единую такую совокупную ЦИ и потом опускают ее вниз, там, где почки будут ее принимать. Поэтому вот эта функция легких, это опускание энергии, помните, у нас есть восходящие потоки энергии, выпаривание, как вот на картинах китайских, помните, выпаривается туман, идет вверх, и также опускающиеся потоки воды, которые стекают вниз, да, поэтому металл, это закат, это все, что опускается, все, что понижается, все, что соединяется. И вот, собственно, легкие управляют этим опусканием энергии вниз, для того, чтобы она потом была усвоена сущностью нашей, нашим организмом. Вот, значит, расцветают легкие у нас в коже и волосах на поверхности тела, то есть кожа является тем органом, но который, по сути дела, с которым связаны легкие, по коже можно судить о состоянии легких. Кожа наша тоже как бы дышит, да, открываются поры и закрываются поры, и если хорошо работают легкие, вот этот вот обмен, как бы, энергии с окружающего мира через кожу, он тоже происходит очень правильно, естественно и уместно. Да, и также легкие, они во многом еще обладают способностью поддерживать, вот это регулировать нашу ТСИ как внутреннюю, помните, так и защитную внешнюю ТСИ, тогда если правильно они работают, то вот эта внешняя ТСИ, которая защищает нас от инфекции, от внешних воздействий и позволяет нам быть достаточно крепкими и устойчивыми в окружающей среде, она функционирует отлично. Вот, что еще? Открываются в нос, ну, брата, это нос, да, естественно, выделение, это жидкость из носа, что боятся легкие? Ну, понятно всем, что холода боятся, все эти простудные заболевания, часто, мы говорим, простуда, да, это от холода происходящее, вот, и даже если у нас есть агент бактериальный или вирусный, если хороший иммунитет, а это он и представляется во многом этой внешней ТСИ, то мы способны противостоять, а вот холод, он способен снижать активность легких и тем самым снижать нашу сопротивляемость. Значит, что порождают легкие, какое качество, какое свойство? Справедливость. Справедливость – это способность совершать действия в согласии с их уместностью или неуместностью, то есть наказание, связанное с проступком, и также, наоборот, поощрение, связанное тоже с действием совершенным человеком, да, или вообще справедливо, правильно смотреть на окружающий мир, вести себя в согласии с этим миром, то есть уместно, уместности в происходящем, такая вот, такая правильная мера, что ли, всего, да, это все про легкие. Но вот если этой справедливости не хватает, невозможно увидеть вот эту вот грань, эту границу, да, и уместность или уместность поведения, то порождается такое чувство, как тоска, грусть, вот это меланхолическое такое состояние, тогда мы вздыхаем, так вот тяжело, тяжело вдохнул человек, потому что внутри тяжко, вот такая вот грусть, тоска, есть отличительная особенность, как бы, я хочу сказать, чрезмерный рост тоска является отличительной особенностью нарушения работы легких, а вот такая вот небольшая меланхолия, знаете, здоровая такая грусть бывает, когда вспоминаешь, былое, или смотришь, вот осень, когда уходит, и все потихонечку увядает, и вот эта грусть приятная, которую тоже можно в поэзии увидеть, да, чего-то уходящего, чего-то завершающегося, она является очень правильным и хорошим качеством, но когда это перерастает уже в такой вот депрессивный взгляд на мир, что-то будущего уже нет, на самого себя, я ни в чем, на тот человечешко, вот, и такое снастижение самооценки, отсутствие представления в будущем, это, конечно, уже тогда патологические проявления, но требуют они, в этом плане, коррекции. В легких вмещается семь земных душков, но опять же, потом мы с вами разберем, то есть их в противовес трем, таким вот эфирным, духовным, да, душам хунь, есть семь душков, они такие очень связанные с нашим организмом, ну, в даотских представлениях, и они регулируют больше такие физиологические функции, связанные с ощущениями, с какими вот, ну, возможно, вегетативными функциями организма, и считается, когда человек умирает, то они вместе с телом тоже уходят в землю, вот, они вот остаются с телем, а вот в душе хунь они способны возвращаться в эфирное поле, вот, и, так что, но в нашем организме они соединяются благодаря духу, такое единое поле, где физиологические функции и, ну, такие психофизические функции, скажем так, это ощущение, чувствительность, да, так, потребности наши, в лечении, они все очень хорошо интегрированы в наше ощущение, в поле нашего сознания, в поле вот этой вот нашего шеи духа, вот, и вот в качественных взаимодействиях это очень, и баланс между ними является очень важным моментом, да, вот такое наше животное начало, большого насчета в этих душах представлено, вот они в легких считаются жруми, вот, ну, и, как я уже говорил, должность легких, это премьер-министр, он руководит правительством, вообще, вот легкие вместе с сердцем, они тут, понимаешь, очень ответственно принимают решения и руководством принимаются, вот такие, вот такой важный орган легкие в стране нашего тела, вот, а в паре с ним, фу, орган, как толстый кишечник, вот, который включает ободочную прямую пешку, вот, слепую ободочную прямую пешку, на самом деле, и, собственно говоря, что там, активность максимальная в час кролика с 5 до 7, и он что, он принимает переваривание, перевариванную пищу и всасывает оставшуюся влагу, и потом питательное чистое, и потом выводит, значит, то, что остается из организма, поэтому, вот, опять же, этот момент такого обмена энергии, обмена это и принятие, и выведение, поэтому, вот, это выведение, что легкие делают через выдох, а выдох организма, ну, скажем, вот, именно физических продуктов, это толстый кишечник, вот, это вот такая свойства, опять же, его, и мы говорим о том, что у него должность такая министр транспорта, вот, он, от него происходит смена и трансформация, так указывается в китайских текстах, то есть он приводит к тому, что постоянно поддерживает движение через выведение, через выведение, как бы, остатков энергии, того, что уже, ну, вернее, вот наша жизнь, поэти, это постоянный вдох и выдох, постоянное потребление, выделение, принятие и отдача, да, и вот этот момент потока, он связан с двумя функциями обязательными, вот, за выделение вам ответствует как раз у нас толстая кишечник. Так, что у нас по времени, ну, еще можем поговорить о таких органах важных, как почки, почки, шень, да, ну, это считается на, это ось сердца и почки, да, это такая очень важная ось в организме, и считается, что почки, это одно из самых важных таких вот систем в человеке, вы, наверное, уже поняли, сколько мы внимания уделяем почкам, значит, относятся они к элементу вода, вода, поэтому черным цветом вот написано, этот цвет у них черный, вот, вкус у них соленый, максимальная активность сейчас петуха, это 17 до 19, и вот это называют почки корнем жизни, потому что, по сути дела, почки являются основой всех энергий иньян в организме, они формируют этот процесс взаимодействия энергии иньян в организме, то есть вот такой инский полюс с одной стороны организма, потому что они внизу, и они хранят вот эту субстанцию, изначальную субстанцию тинь, да, а с другой стороны, внутри них уже существует иньян, то есть с одной стороны, там, левая, правая почка представляет у себя иньян, и они, как бы, взаимодействие друг с другом позволяют вот и сохранять энергию, в первую очередь, изначальную энергию, которая нам дана от родителей прежде, дин прежнего неба, тси прежнего неба, вот также они принимают энергию позднего неба, и при правильной практике они могут даже, ну, восполнять, то есть через нашу практику мы можем восполнять вот эту вот изначальную нашу тинь, которая расходуется потихонечку, чистейшую тинь, которая расходуется, и когда, собственно, она уже израсходована, тогда человек умирает. И вот этот этап, фаза жизни человека, там они у женщин по 7 лет, у мужчин по 8 лет, циклы такие происходят, как раз связаны с вот потихонечку расходом вот этой вот энергии дин, поэтому, в субстанции дин, и поэтому мы говорим, что восполнять годы жизни и останавливать процесс, скажем, старения в первую очередь нужно благодаря восполнению тси почек или дин почек. Да, и вот опять взаимодействие двух этих элементов, инь-ян, позволяет принимать, сохранять дин и постепенно выпаривать ее в тси, которая начинает подниматься вверх в виде вот этих вот бирюзовых облаков, как мы говорим, или золотого сияния. Если вы правильно занимаетесь, секун, вы можете почувствовать после занятия такое удивительное ощущение наполненности и такой звенящей чистоты, как будто человек начинает золотым цветом светиться. Вот это и есть, когда мы восполняем энергию и начинаем потихонечку выпаривать ее, она начинает напитывать все наши органы и системы, и она также почки, считается, что именно почки питают суть головного мозга, и благодаря вот этой субстанции она потихонечку поднимается и начинает питать наш юаньшен, изначальный дух, который пробуждается, и потом соединяется с шишен и становится вот этим самым целостным духом, да, ну что и есть важнейший этап уже даузской алхимии. Вот, ну, наверное, про почки можно очень много говорить, да, ну, управляют чем? Это понятно, жидкостями, да, всеми водными, ну, потому что почки, они связаны с жидкостями. Значит, также связаны с такими, с частью такого организма, как кости, вот, и состояние костей напрямую связано с состоянием ноги почек. И также костный мозг и головной мозг, это являются, вот, как бы считается, связанными с почками органов. Значит, расцветают в волосах, почки открываются в уши, врата почек это уши. Когда вы просыпаетесь с утра, можете заметить, что первое, через что вы просыпаетесь, это звуки начинаете слышать и референцировать, почки начинают активнее работать и пробуждаться. Значит, что еще? Жидкость – это слюна. Теперь вам понятно, почему мы с ученым зубами. Зубы – это у нас, как бы, краешки костей, которые выходят наружу, через них мы, как будто бы, активизируем почки. Мы, 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 как бы, массажируем почки через стук зубов. А слюна – это жидкость, очень важная, которая напитывается через правильное соединение с дыханием. И когда мы глотаем, это тоже способствует освоению энергии поздней с энергией прежней. Значит, чего боится почки? Ну, понятно, сухости. Значит, порождают они такое качество, как разумность. Ну, разумность, ну, я не знаю, как правильно сказать. Ну, наверное, да, это развод здравомыслия, да. Но кто-то даже переводит слово мудрость, хотя мудрость – это очень такое интегральное качество. Но это вот адекватность, что ли. Опять вот мы сейчас что говорим. Не хватает разумности, человек начинает бояться. Вот у нас сейчас непростая ситуация, да, связанная с, куда ни возьмись, появившейся этой самой эпидемией. И очень много неопределенностей, и очень много каких-то решений, там, властей, непонятных представлений о том, как действует этот самый вирус, да. То есть, и нам надо в этом всем, ну, разобраться. Нам надо выработать какую-то свою собственную, естественную, разумную форму поведения. Не просто слушать то, что все окружающие говорят, потому что сейчас огромное количество разной информации. А, ну, взглянуть на ситуацию, постараться действовать разумно, то есть, в соответствии с реальной угрозой, да, которая, ну, существует, но не чрезмерно. Да, в соответствии со своими потребностями. То есть, вот эта разумность, это умение отделять мух от котлет, умение, умение, как бы, оценить, адекватно оценить ситуацию для того, чтобы в этой ситуации действовать соразмерно. Вот это есть, ну, на мой взгляд, вот то, что называется разумность. А если не хватает, то человек начинает бояться. То есть, очень легко вот это нарушение функции почек, оно ведет к таким чрезмерным страхам, невротическим страхам. Вот. Но здоровый страх, конечно же, нам нужен. Мы должны бояться тех вещей, которые для нас являются опасными. Если у нас нет страха вообще, мы просто не выживем, как существа. Поэтому вот эта вот разумность, она подразумевает уместность, вот, для осторожных в том числе в некоторых формах поведения. Ну, не чрезмерно. Поэтому вот очень часто, когда, как психотерапевты ко мне приходят люди, у которых есть страхи, я понимаю, что мы можем, конечно, начать работать с этими страхами исключительно психологическими методами, но могу сказать, что, собственно, опыт и эффективность включения в практику цигуна дает достаточно быстрый и устойчивый результат в отношении вот этой, ну, страхов. Потому что, когда укрепляется энергия почек, то многие невротические страхи, они действительно просто рассеиваются, как результирующие, как связанный, как бы, феномен с дисфункцией почек. Значит, что вмещают в себя воли? Почки. Дворец чего является почкой? Это дворец воли. То есть, вот вообще, то есть, как бы, что такое воля? Это способность целенаправленной деятельности и энергия, которая необходима для того, чтобы это деятельно совершить. Действительно, почки содержат в себе эту самую энергию. И они, вот, должность, они отвечают за мощь. И от них происходит умение, способность. То есть, если у нас почки слабые, у нас просто не хватит энергии для того, чтобы тут что-то воплотить. Поэтому любая практика, как вы уже помните, у нас начинается с укрепления почек и выстраивания оси, это желудок селезенка. То есть, ось выстраивается, укрепляются почки. Через что укрепляются? Через соединенность дыхания и внимания, которые опускаются вниз. Через спокойствие. Через специфические формы движений, которые связаны с поясницей. Поясница – дворец почек. Поэтому, когда мы говорим поясница, 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 все это связано во многом с тем, что мы говорим почки, 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 почки. То есть, это вот как бы совокупно с нижним донтьеном, но нижний донтьен еще нужно сформировать, нужно еще его ощутить. Ну, это место, где происходит трансформация энергии. Ну, мы по донтьенах уже много раз говорили и еще поговорим в конце. Вот это и вот с самой нашей презентацией. Ну, или как бы обеседы, да, которые, видимо, сегодня не закончатся. И сегодня не очень мне потребуется, чтобы пройтись по меридианам. Так вот, мы всегда говорим о почках. И когда крепкая поясница, когда мы укрепляем почки, многие наши проблемы естественным образом разрешаются. Энергии у нас становится достаточно. Когда она выпаривается, наполняет все остальные органы, да, то эти органы могут функционировать хорошо, качественно. И тогда у нас есть субстрат, в том числе вори, для реализации тех наших потребностей, стремлений, которые у нас есть. И дает нам умение, то есть возможность совершить какие-либо действия. Ну, и его орган-партнер – это мочевой пузырь, значит, который активен наибольшим образом в части обезьяны с 15 до 17. Ну, и он, как бы, повторяю, помогая во всем почкам, то есть это такой вот партнер, и вы увидите, какой такой мощный меридиан желчного пузыря. Да, он тоже очень важный, значимый меридиан. Но если брать функции, то поддерживает все, что делают почки, а также управляет хранением и удалением жидкости. Поэтому, собственно, он назначен был в государстве, нашим правителем округа, а так как от него происходит хранение жидкости, и они потом выделяются, и в том числе через трансформацию энергии. Вот такие органы основные, по которым мы сейчас с вами прошли, которые мы с вами так совокупно посмотрели. Это наш ландшафт, сейчас я покажу, это наш ландшафт местности, вот такой вот, зонтфорганы. Все они работают слаженно, есть пары этих органов, но помимо пары этих органов, существует взаимодействие каждого из этих органов друг с другом. Но, повторяю, мы это оставляем на более углубленный такой вот курс, потому что это очень-очень много информации, информации, в принципе, парни вполне себе усваиваемые, но требующие время. То есть вы уже поняли, что вот эту информацию нужно так дозированно получать, 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 она потихонечку начинает укладываться, 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 и позволяет посмотреть по-другому еще раз на знакомые, казалось бы, нам вещи, посмотреть на них, как на вот такую удивительную картину, картину этого мира, картину природы, и в то же время картину нашего внутреннего ландшафта. И когда мы занимаемся нашей практикой, тогда мы занимаемся цигуном, когда мы занимаемся тай-дзи, когда мы медитируем, сидя или стоим в столбе, мы как бы направляем наше внимание внутрь себя. Мы направляем наше внимание внутрь себя, либо находимся и вне, и вовне, и внутри, как это, например, во время тай-дзи делается. То есть мы наблюдаем и внешнее, и внутреннее согласованно. И мы совмещаем два этих ландшафта, ландшафт внешний и ландшафт внутренний. Ведь удивительным образом вот это описание сложилось из практики внутреннего созерцания. Практики внутреннего созерцания и метафорического описания тех или иных функций, которые оказываются эффективными при постижении как того, что мы называем здоровье, то есть согласие, так и болезни, то есть рассогласование, то есть лада и разлада. И эта система продолжает работать до сих пор. Несмотря на то, что западная медицина достигла очень большого успеха, восточная медицина во многом является ее важной альтернативой, а в моем понимании дополнением. И я мечтаю, что рано или поздно будет найден такой вот мост, язык, который совмещает два этих подхода. Честно говоря, вот понятно, через свою призму я вижу, что вот язык глубинной психологии, который стал описывать мир нашего тела посредством образов, сновидений, фантазий, соматизированных чувств. То есть вот соединять психическое и физическое в единую такую модель и предлагать ее в качестве не просто сухих симптомов, но мифологиям, символов, например, то, что делал Юнг или делал, не знаю, Райх, который тоже вводит понятие в некую внутреннюю энергию аргон. То есть автоматически, просто наблюдая за феноменами, начинают описывать подобным же образом, как это описано в китайской медицине, процессы психофизические, что начинает соединять западное представление о устройстве организма как чего-то такого механического, да, с во многом восточным представлением организма как чего-то очень, ну, я бы сказал, более тонкого, более взаимосогласованного, более целостного, да, не двойственного. Поэтому мне кажется, во всяком случае, это одна из версий, что вот с одной стороны, может быть, психологический подход позволит соединить два этих полюса понимания человека, с другой стороны, современная наука, физика, да, в первую очередь, которая изучает природу вещей в этом мире, позволит, вот как бы, согласовать, или позволяет уже сейчас согласовывать современнейшие открытия в области устройства природы с теми образами, которыми это было описано, в том числе и в китайской, в даосской традиции.